Всем привет, дорогие друзья! Эксперт по снижению веса и бывший сотрудник UFC, Майк Дольче, делится своей реакцией на проваленное взвешивание Чарльзом и Ливирой. Говорит, что официальные весы скомпрометированы в пользу бойцов. Дольче также говорит, что Чарльз теперь потеряет миллионы долларов в результате проваленного веса. Давайте послушаем, что он рассказал. UFC 274 взвешивание Чарльз и Ливира! Блин, в пятый раз! Ты шутишь, братан? Я поделюсь историей с вами, ребята. А Чарльз и Ливира, которого я хорошо знаю, работал против него UFC Бразилия, когда был с Ником Лэнсом. Я надеюсь, что у вас все хорошо, ребята. Сделайте мне одолжение, убедите, что вы перешли на мой канал YouTube Майка Дольче. Меня знают на YouTube. Перейдите по ссылке, это отличный канал, я сделал полное видео о проваленном весе Чарльза. Весы были сфальсифицированы, я слышал это раньше. И у меня есть, что вам рассказать. Так что, ребята, вы знаете меня или не знаете, Майк, Майк Дольче, четырехкратный тренер года по смешанным единоборствам мира. Я самый успешный тренер по управлению весом в истории единоборств. Никто не добился большего успеха, чем я. И это здорово, что я и моя команда, я просто говорю, чтобы дать вам немного уверенности, когда расскажу вам то, что расскажу. Вы понимаете, что это исходит от эксперта. Я работал с UFC с начала двухтысячных. Вы знаете, я был там со всеми, за кадром. Я летал на одном частном самолете вместе с Даной Уайтом. Меня вызывали и отбирали для работы с некоторыми спортсменами в списке UFC, которые стоили миллионы и миллионы долларов, чтобы придать вес организации. Так что UFC привлек меня, заплатил мне большие деньги, чтобы убедиться, что их первоклассные спортсмены каждый раз набирали вес вовремя. И моя команда, я, мы, конечно же, не профаны в истории единоборств с нашим длинным резюме. Все это было очень успешно. Так что расскажу вам, что знаю. Знаю обо всех. Я знаю комиссии, я знаю организации, я знаю спортсменов, я знаю тренеров, я знаю менеджеров, я знаю весы, я знаю систему, я знаю, что сфальсифицировано, а что нет. Ты знаешь, я могу определить фальсификация или не фальсификация. Позвольте мне сказать вам кое-что. Весы настроены в интересах бойца, они мягкие. Весы сфальсифицированы в интересах бойцов. Еще раз, знаете ли вы, что это значит? Это значит, что сделать вес намного легче, чем фактический вес. Большинство весов немного раскачиваются. Цифровые весы позволяют округлять вниз или вверх. Все цифровые весы округляют вниз. Это значит, что если вы 186 фунтов, две десятых, вы будете отображаться как 186. Хорошо, вы не будете отображаться как 186,5, вы будете отображаться ближе к меньшему числу, а не к большему числу. Теперь раскачивающиеся весы, которые мы видим, чаще всего официальные. Всегда, всегда, всегда. Они мягче, чем тестовые весы. Мягче, чем все весы, которые я когда-либо пробовал. И это хорошо. Это не мошенничество, это преимущество, это положительное. Это то, что мы хотим видеть. Поэтому все тестовые весы, которые есть по всему залу UFC и несколько разных тестовых шкал. Есть тестовые весы в основных тренировочных залах спортсменов во время боевой недели. Есть еще одни тестовые весы, которые находятся под замком. Есть даже весы в других местах, за пределами площадки. Все тестовые весы легче основных весов. Сто процентов. Так что, если вы пропустите вес на основной шкале, вы напутали, ребята. Вы накосячили. Плохо вы думали, что стали еще тяжелее, чем сейчас. Это преднамеренно, так как задумано. Это иронично, но я вам поясню. Я не собираюсь с вами делиться закулисной информацией, ребята. Но я скажу вам, что официальная шкала — это мягкая шкала. И есть много примеров, способов получить вес легально. Есть способы сделать это нелегально. Мы все можем вспомнить Даниэля Кормье, который был Энтони Джонсон. Когда Кормье очень вопиюще висел на полотенце. Это такой старый бойцовский, борцовский трюк. Кого еще мы видели? Был ли кто-то еще? Пытаюсь вспомнить. Подтяжки ягодиц, как мы это называем. Когда вы как бы наклоняетесь вперед, вы как бы перенаправляете свою массу. У Рэнди Кутюра всегда был отличный способ поднять руки вверх, когда он фактически подпрыгивал на весах, потому что движение на весах заставляет стрелку как бы раскачиваться вверх и вниз. Есть много разных способов легально играть на весах. И есть способы, которые являются незаконными, нелегальными. Я просто делюсь немного дополнительной информацией для тех, кто заинтересован. То, что мы видели с Чарльзом Оливейрой, было фиаско. Это была вершина непрофессионализма. У нас был действующий чемпион мира UFC, потерявший свой титул на весах. Что означает, он потерял это здесь. Он потерял это у себя в голове. Он потерял это потому, что он непрофессионально сделал вес, потому что его команда непрофессиональна. Точка. Это конец истории. Мне все равно, что ты болен. Мне все равно, что тебе больно. Мне все равно, что есть кто-то... Мне все равно, что есть какие-то другие проблемы в семье. Мне все равно, что произойдет. Твоя работа набрать вес. И драться. Конец истории. Это двухэтапный контракт. Вы делаете... Первый шаг. А затем второй шаг. Вы боретесь за определенный процент боя, за определенный... Гонорар. Потерял... Миллионы долларов только за этот бой. И почему это так? Потому что каждый контракт UFC на чемпиона... Для любого приличного чемпиона, у которого есть приличная управленческая команда, менеджмент, есть пункт о зарплате за просмотр. Как только вы станете чемпионом, вы, вероятно, войдете в порог платы за просмотр. Чарльз, я не знаю, кто его менеджер. Я не могу сказать, что они превосходны, потому что... В карьере Чарльза не было лучших возможностей, и вы понимаете, о чем я говорю. Это то, что зависит от руководства, от менеджмента. Но в пункте B, в пункте о чемпионе, они будут получать плату за просмотр. Внутри этого пункта, если вы больше не чемпион, деньги с оплаты за просмотр исчезают. Даже несмотря на то, что Чарльз будет драться в одном и том же бою, в то же время, в ту же дату, в том же месте, против того же соперника, тот факт, что он потерял свой титул, потому что он не смог сделать вес, потому что он не смог сделать 8 унций, полстакана воды, он, вероятно, потеряет 2 миллиона долларов в виде платы за просмотр. Не говоря уже о будущих доходах. В будущих доходах, не говоря уже о 30% его раскрытого кошелька, который, вероятно, составляет пару сотен тысяч. Так что он собирается потерять почти треть своего раскрытого кошелька, пару сотен тысяч, я не знаю, может быть, он 250 тысяч потеряет, может быть, 500. Спортсмены UFC, с которыми они всегда ведут дела, никого не волнует, у кого раскрыт кошелек, они заботятся о плате за просмотр. Процент — это примечание для всех спортсменов. Вам лучше иметь замечательного менеджера, который знает это, и вы хотите получить как можно больше денег с оплаты за просмотр, столько подводных камней, и я не думаю, что у Чарльза было что-то из этого. Дорогие друзья, если вам понравилась моя озвучка, понравился этот ролик, подпишитесь на канал, поддержите ролик лайком, новое видео уже совсем скоро. Всем удачи и до новых встреч.